300 тысяч рублей на реализацию проекта по гармонизации межнациональных отношений получил проект Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи «Толерантность. Путь к миру». Проект был представлен в рамках Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме». Его куратором стала сотрудница библиотеки Евгения Булгакова. Проблемами межнациональных отношений Женя занимается уже давно. Говорит, идея пришла к ней в ходе общения с друзьями, среди которых немало приезжих. Психолог по образованию Женя точно смогла понять, что беспокоит ее товарищей. «Некоторые мигранты не знают каких-то своих прав, конечно, русского языка, большие сложности с ним. А если ты живешь в России, то, конечно же, это очень важно. Ну и, конечно, незнание культуры, из-за этого происходят конфликты межнациональные». Уже несколько лет подряд областная библиотека для детей и молодежи реализует проект «Владимир интернациональный». С 2013 года здесь знакомят с культурой и традициями разных народов, проживающих в области. А это более 60 национальностей. В ходе тематических встреч сотрудники выявили, в чем именно заключается сложность общения между мигрантами и местными жителями. Эти знания и легли в основу нового проекта. «У нас будут приходить учители русского языка, как иностранного, заниматься с разными национальностями, потому что большая потребность в этом есть в Владимирской области. Также будут организовываться исторические часы, литературные и экскурсии по городам Владимирской области с целью ознакомления с культурой, историей нашей области. Ну и, конечно же, это праздники и другие дополнительные мероприятия». Евгения признается, несмотря на то, что на победу рассчитывали, во время награждения сдержать эмоции было сложно. Все-таки, когда твой проект получает всеобщую поддержку, это очень волнительно. «Это выдавалось все на сцене при всем количестве людей. Собирали всех на улице. И когда, конечно, прокричали имя, даже его несколько раз повторяли, потому что мы не могли этому поверить». Проект «Толерантность. Путь к миру» будет реализовываться с октября 2016 года по сентябрь 2017. Принять в нем участие можно абсолютно бесплатно. Его авторы ждут всех желающих и рассчитывают принять минимум 500 человек. Арсений Хуторской, Дарья Тептилева, Александр Горшков. Губерния 33. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова